вчера собрала урожай кукурузы варили мы раза три наверно уже а это уж остатки где-то в общей сложности наросло ведра полтора я уже там все и выдернула все наши кусты лопаты копала а этот остаточки сварили горе давай заморозим она вот не надо это уже остатки вчера ели и вот осталось я сейчас их поставлю холодильник от кукурузы следа не осталось все спасибо за урожай немножко выросла для нас а я тут девчонки мою семена помидор отобрала розовые большие крупные и вот здесь выдавил на штуке три на мой своих собственных семена чтобы были помидор у меня есть ну свеженьких а тут где-то больше ведра наверно не было то эти же розы помидор варю томат не стала я гнать сок с них просто наложила кусками порезала поварились они я в том ли дуршлачок у так вот ставлю жидкость выходит я ковшом собираю сейчас она остынет все это перетру на ситечки прокипячу все там от готов было много осталось совсем чуть-чуть счет шкурка отойдет семечки отойдут и будет если хорошо литра полтора а то этого не будет много надо помидор на томат тоже всего надо много нам чуть так жарко жарко я пошла легла спать муха зараза не дала мне спать немножко сейчас на полтора часа я повалялась время 4 ровно вечера или полдень глянула чё ж мая юля делает а она метам пять моет стиранский ковер керхером работает трудится что ж такая жара то прямо суховей какой дует и все у нас прям жарко очень это как все помяты спала соня я у вас тоже хорошо думаете сплю и поспать надо бывает так что вздремнуть хочется если даже работать я тут почти что все но немножко хотела вам показать как я вручную делают томат здесь у меня жжем здесь вареные вареные помидоры осталось прям немного а тут я вот нужно работой занимаюсь вот это все надо перетереть через сито не особенно-то вылазить приходится с усилием расскажите мне как вы делайте томат мне тоже очень интересно узнать может что-то нового я узнаю напишите мне в комментариях какой-то может способ полегче не то что я тут мешу так что жду ваших откликов не будьте равнодушны никак не получается чтобы она раз и раз и через сито прошло не приходится несколько раз тут ему слякать но долго не буду вам а то скажет надоело сам неприятная работа закончилась теперь пойду сейчас поставлю на газ и пусть выкипает литра тренер набрала я а эту отнесу же моим бролером сейчас они быстро все раздолбают поставил на огонь там меня в кастрюле варится картошечка и лупешечка мундире также сегодня пошла купила копченую селедочку сейчас я разделаю обычно селедку покупаем она без чешуи это какая-то вся в чешуе сейчас я разрежу и у нас такой вот будет не обед обед поедим и разносолов особо-то у нас нет таких вот чтоб тут не знаю чего обычно деревенская еда вот а также купила немножко я курицы все и кровь просила сварить ей плов плов не плов в кашу рисую здесь одни голени вот такие вот ляшечки а то это все еще заморожены оттуда попозже буду уже варить ей плов в кашу рисую с мясом а сейчас пока займусь рыбкой это вкусней я до этого ее брала она была такая волосонная хорошая сегодня пришла магазин гляжу она лежит еще у них две штучки на чертова еще одна возьмем хвостик спорим брюшка то было с икрой у нас продай крабла молодая мы все равно не а сергей любит икру всегда уж ему оставляю ну и тут такая же опять икорка молоденькая селёдочка жирная вот она и корочка а теперь надо будет ее просто почистить рыба вроде простенькая цена есть 365 рублей скумбрию покупать увы не получается скумбрию нас 600 с лишним рублей нам чуть так жарко жарко я пошла легла спать муха зараза не дала мне спать немножко сейчас ну полтора часа я повалялась время четыре ровно вечера или полдень глянула чё ж мою ли делает она меня там пять моет стиранский ковер кюрхером работает трудится что ж такая жара то прям суховей какой дует и все у нас прям жарко очень я такая все помятая спала соня я у вас тоже хорошо думаете сплю и поспать надо бывает так что вздремнуть хочется если даже работать прям с кухни с окошечка покажу вам ее он она с керхером отмывает ковер стираски не хотели мы его мыть ну говорю чё же тут останется у нас грязный надо помыть вроде бы окошки покрасила то более-менее чистенько а ковер будет грязный ну вот намывает моет 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 не руками кого все-таки побыстрее помоется чем вот руками намоет ветрище дует вот знаете 8 настоящая осень у нас жарко сухо все все выматывает последние соки забирает с природы с этих наших всех со всех листьев с деревьев с кустов какие-то они уже такие сделали старые старые осенние листья томат готов сейчас его в баночку и закрою баночки все простеризовала и 3 штучки приготовила крышечки тоже стерилизованы у нас все закручиваем с большого ведра помидор вышел 3 банки домашнего томата вот и все томат закрыла теперь я готовлю плов или каша с мясом рисовые налила растительное масло без запаха и сюда положила обрезанные голени сейчас это все обжарится приготовила лук морковку с морозилки достала купила пошла приправки для плова и чесночок и все это буду сейчас по последовательности да и на замочила рис сначала в горячей воде на 20 минут а еще взяла вот такой вот хмели-сунели 44 рубля и лаврушечка у меня закончилась это я просто положу запас про запас а это еще да и для курицы вот такая за 7 рублей тоже взяла вот сейчас приготовлю кашу с мясом а и 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 заливая водичек горячий из чайника кипяточка этого мало еще нальем чеснок последнюю очередь сейчас я его притоплю туда закрывая крышкой и на медленно огонь все пока моя каша варится всем привет всем здравствуйте я очень рада кто зашел на мой канал кто поддерживает меня всем огромное спасибо моим зрителям и конечно друзьям по нашему цеху кто заходит ко мне я к ним хожу всем большое спасибо проснулась без 15 6 сережкин будильник зазвонил встала собрала ему сумку кофе вода колбаски немножко в общем на перекус там их поле кормят но это когда там накормят бывает так что и не ест он там не успевает или не нравится что мы приготовили и ест свою еду потом вышла на улицу что-то тут мешает ресничка что ли пошла на улицу мася на ракину залез попить хотел надробила мешок размола своей птицы всех открыла дала им водички натаскала уткам которые у нас там болотные они только воду тягаем они пьют и пахаются в общем кто держит утей тот знает прошлась по огороду подергала травку какая тут у меня торчит пролила свои огуречки по ведру каждое ведро на луночку еще немножко есть хоть по два по три по пять штук мы срываем это хорошо пусть подольше потом пришла домой закрыла томатную пасту перед вас при вас прям и вот сейчас начала готовить плов нет приправы пошла в магазин принесла хлеба и приправы сегодня я как-то обошлась малыми потерями по кошельку вчера ходила позавчера ходила позавчера 800 отнесла вчера чуть поменьше так что а сегодня говорю хлеб возьму и приправу больше нам ничего не надо и вот сейчас теперь занимаюсь варкой каши ну я не умею готовить плов плов готовят у нас азиаты а мы русские кашу варим да и все сейчас вот она минут через двадцать будет готова я вам ее покажу ну вот так началось колхозе утро у нас хоть не колхоз поселок или деревня как я говорю еще весь день впереди время только 15-11 а я уже наработалась все дела попередела и посуду в общем все домашние женские дела и даже постирать успели Юля вынесла повесила там немножко наши одежды ну а теперь думаем чем бы нам еще заняться пока не знаю может даже ничем будем выходной у нас сегодня вчера и поливали весь вечер все паулили опять жарко стоит прям такая вот жара стоит невозможно 33-35 и дождя даже нам не предвидится я знаю что у многих вообще за лето дождя не было у нас хоть немножко припадал ну скоро пойдем на картошку уже надо копать уже много людей у нас по поселку по выкопали а мы что-то а мы часа ждем ну ничего пусть она полежит она немножко там окрепнет хоть лупиться не будет а то ее берешь она прям чистится молодая ну что вам еще что вам еще рассказывать задавайте мне вопросы кого что интересует а я буду вам рассказывать а теперь жду свой плов как он там у меня получился смотрите меня поддерживайте также прошу вас перейти на яндекс дзен тут на ютубе никакой оплаты мне не будет а яндекс дзен все-таки там какие-то копеечки мне идут хоть 15 рублей каждый день но капает когда как когда 15 когда и 5 все зависит от ваших просмотров полных и поддержки также пальчик вверх или вниз ставьте ну а теперь пока все сейчас посмотрю как там моя каша а потом что-нибудь еще вам покажу кот наш тоже не дурак любит все повкуснее что-то там нему готовишь супчик какой-то там супчик куриный куриный вон клянчик видишь ага вот он стоит мась кто клянчик мася клянчик мася хочет супа мася хочет водочки мася хочет супа пойдем ну готов мой лов вот он целый сковородка получилось вроде получился рассыпчатый но он сейчас постоит и будет такой и рассыпчатый все сейчас отправлю Юлю к бабе пусть несет ей сейчас глянула на подоконник я ставила пиалушку с помидорками выдавила туда помидор на семена так уже готово промыла кто там у нас шуршит посмотрите вот сколько целый гектар можно засеять так что сейчас я выложу их на тряпочку и они будут сохнуть свои собственные крупные помидоры не надо будет покупать тратить деньги на них взяла пиалушку ситечко выложила сюда и под кран потихоньку потихоньку пальчиком тут и готовы мои семена посмотрите замечательно а теперь выложу их сюда и пусть они сохнут полежат несколько дней а потом я их бумажечку и подпишу это семена от нашей здесь землячки тетя Нин Трушкиной брала я их очень давно у нее и вот они такие крупнячие крупнячие крупные розовые сладкие но вот мякоть у них немного они больше идут как вот салатные сладкие и скорее всего можно с них гнать сок а вот на томатную пасту надо что-то помясистый там у меня еще есть три помидора они мясистые вот с них я тоже соберу семена вот эти помидоры они такие упруги мясистые я их вялила и вот с них я соберу семена это тоже соседкины Натальи в этом году как-то мало я их посадила и они что-то как-то не знаю то ли солнце их пожгло но на будущий год надеюсь по-другому посажу их пока их рано собирать семена с них подожду немножко денек какой-то два-три и их тоже на мой сейчас вот я их положу на подоконник чтобы они лучше спели тут солнце не весь день с утра только а потом помоем а эти я положу пусть тоже сохнут вот они наши семена вышла вам показать не поленилась вот эти помидоры которые я собираю семена посмотрите посмотрите какие они это уже я собрала вчера они прям вот на глазах спеют вот это розовые конечно и поменьше есть экземпляры но в основном крупные какой не возьми вот он какой вот с них я и собрала семена на будущий год я посажу и посею а это вот тоже собрала эти вот вздульки дульки уже закрыла сколько тринадцать банок ну это надо отнести свекрови у нее нет помидоры отнесем ей плов и помидор вышло прям жарко 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 пойду домой надо прятаться уже у нас обед а этот кулачок помидор который у меня здесь остался ну ничего еще будут помидорки еще закроем не знаю томат сварим или нет но еще должны закрыть вчера болели их налопался и лежит мась мась улегся тут ветерок дует и вот он лежит довольный что еще коту надо для счастья поел да на бок да товарищ нулями умывается гостей зывает пока пока я пошла и он сюда тоже хочу показать ванила начинает окрашиваться вот чуть-чуть розовенькие пойдут у нее цвета цветочки ее лепесточки какая шапка ванила фрези и кота на охоте мася 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 убежал убежал будь здорово Юля Говорю, иди там рыбку привезли в магазин. Нет, иди. Я уже была. Ну и что еще сходишь ты? В общем, у нас тут плохое было окошко, и мы вот так вот забабахали панельками. И с той стороны, и с этой. Сразу так стало попрохладнее тут. И вот так получилось у нас. Шторки пока вешать не будем. Все покрашено. Чистенько. Пойдет? Пойдет для сельской местности. Иди за рыбой. Я не пойду. Я уже была там. Я была. Ну, значит, не хочешь рыбы. Иди, говорю. Иди, говорю. Где сказала? Коза.